В ролях мировые звезды режиссер-обладатель пальмовой ветви Каннского фестиваля в послужном списке оператора «Пятый элемент» и «Леон Киллер». Думаете, это релиз очередного голливудского блокбастера? Нет. В Украине завершают работы над первой семейной картиной в жанре фэнтези. Ее название «Полина» – так зовут главную героиню. Со съемочной площадки вернулась Мариана Макада. Выстрелы, танки, огонь, разрушенные дома – это не военные действия на Донбассе. Так выглядит павильон съемок первого украинского фэнтези. Сейчас «Украина-франко-бельгийский проект» на стадии завершения. Внести последние штрихи в монтаж фильма решил именитый режиссер Оли Асбарко. Это именно тот фильм, который я задумал изначально. Очень доволен проделанной работой. Фильм – это эволюция. Возможно, еще будут коррективы, но хочу сказать – да. Получилось именно то, что я хотел. Франко-бельгийский режиссер два года назад поверил в талант юной украинки Полины Печененко. Предложил ей главную роль. Мне кажется, моя героиня, она как бы очень похожа на меня. Потому что по характеру она напоминает мне меня. Она такая же стеснительная. По сценарию, отца 11-летней девочки владельца киностудии арестовали. Полина остается жить со злой теткой, которая мечтает прибрать к рукам кинобизнес. Внезапно Полина оказывается по ту сторону экрана. Там живут сказочные герои и прячутся страшные тайны. Там иногда мы вставали очень рано именно на съемки. И это было довольно сложно. И оставаться энергичными, чтобы показывать какие-то еще эмоции, учить слова. Также в фильме снялся известный американский актер Соул Рубинек, легендарный спортсмен Василий Веростюк и певица Джамала. На прошлой неделе в Париже прошли до съемки фэнтези. Заключительными стали эпизоды с участием актера Жанна Рено. Изначально в сториборде мы нарисовали Жанна Рено именно в таком образе, каким он пришел к нам потом на съемки, с бородой. Но мы его об этом не предупреждали. Это на самом деле можно назвать каким-то волшебством. Премьеру запланировали на 2018-й. Оли Асбарко восхищен работой в Украине. Говорит, у страны отличный кинопотенциал. Редактор субтитров А.Семкин